Ну что, друзья, начинается наше путешествие. Мы со Стасом с этого понедельника в отпусках. Сегодня 5 июня, и мы отправляемся в Нагорный Алтай. Наш маршрут составит Томск-Чимал. Значит, мы едем на своей машине втроем. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Буду вас держать в курсе. Показывайте вам нашу дорогу. У нас просто дичайшая в Сибири жара. 36 градусов просто ежедневно, нон-стопом. 36. Представляете, ночью 25 градусов. Ночью 25 градусов такого. Вот чтобы в июне была такая жара, я абсолютно не помню. У меня у мужа 7 июня в среду день рождения. И мы решили его отметить в горах. На берегу горной реки Катуни. И мне кажется, что это будет очень круто, очень запоминающийся. И в свою жизнь нужно приносить какие-то вот такие яркие воспоминания. Надеюсь, что это будет одним ярким, положительным воспоминанием наше путешествие, наше поездка. Вот. Значит, по километрам нам 860 километров ехать из Томска до Чемала. По времени, ну, примерно нам высчитывает навигатор там, ну, где-то 11-12 часов. Все в зависимости от грубок в каких-то городах. Маме в мармеладке! Вот. Мармеладки Андрей уже ждет. Андрюш, подожди, будет. Вот. Значит, мы будем проезжать несколько городов. Томск. Значит, это откуда мы стартуем. Дальше Новосибирск. В Новосибирск мы будем прям через город ехать. Дальше мы едем там, выезжаем на Бердское шоссе. Город Бердск еще проезжаем. Также проезжаем... Потом выезжаем на Барнаульское шоссе. Барнауль, Барнаул, потом Бийск. И Горно-Алтайск. Вот. Уже с Горно-Алтайска там начинаются горные дороги. Уже начинаются горы. И будем вам показывать всю эту красоту. Я, конечно же, с вами буду снимать для вас влог. Да и для себя, собственно, мне будет очень интересно потом через некоторое время пересматривать эти видео, наслаждаться и вспоминать, как было здорово. Вот. Мы отправляемся в дорогу. Нам удачи, хорошей дороги. Машину мы вчера проверили. На диагностику все загнали. Все хорошо вроде бы. Уходовой кондиционер тоже. Залили новый этот фреон. Потому что 30 градусов, а мы в дороге. Вот. Так что нам хорошей дороги и хорошего путешествия. Андрюха, давай кричи. Уба! Уба! А мы в путь. Куда ты поехал, сынок? На Ай-Тай. На Ай-Тай. На Ай-Тай. Наша первая остановка. Мы остановились в Болотном. Вот здесь фуры, дальний груз. Дорога хорошая, но жара, конечно, дикая. Стоит просто. 30 градусов. Это вам большой-большой привет. Итак, мы приехали в Новосибирск. И, внимание. В общем-то, мы в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого. Нормально, нормально, хорошо доехали. Быстренько. Вот сейчас проедем Новосибирск. Новосибирск самый красивый, потому что тут вечные пробки. И, в общем, короче, мы сейчас повернем на улицу какую-то танковую и встанем там в пробку. Вот, пятибальные пробки. Но так, в целом, полет нормальный. Едем дальше. Ну что, друзья, мы проехали уже Новосибирск. И выехали на Бердское шоссе. И вот сейчас остановились в кафе покушать. Ханну, Уфу, как он называется. Номер 13 нам дали. Нет, чертова, не ужина. Вот, сейчас будем кушать. Андрюху тоже уже посадили. Кто-то буты, кто-то луксу. Так что нам приятного аппетита и поедем дальше. Надеюсь, что Андрюшка сейчас у нас посадит после обеда. И до Парнаула уже спокойненько поедет. Мы сейчас будем проезжать Обскоя водохранилище. Ну, или Обскоя море. Вот оно. Вот такое вот. Небольшое. Ну, был момент, когда мы проезжали по трассе. Вот, не доезжая, чуть-чуть Перска. Там прям было не видно абсолютно берегов. То есть, вот такое вот у нас Сибирское море есть. Мы, кстати, со Стасом здесь отдыхали в каком-то году. 2018, наверное, или 2019. Вот здесь на берегу, на базе. 2018, наверное. 2018, да, и тоже с той стороны видно. В общем, любуемся красотами, пока ездим. Сейчас у нас путь идет до Парнаула. 200 километров нам до Парнаула ехать. И мы заезжаем в Алтайский край, наконец-то. До Парнаула нам еще ехать 100 километров. До Парна-Алтайска еще 317, по-моему, километров. Вот, здесь какие-то восточные есть. Ну, мы поедем. Мы тут, кстати, заранее подготовились. Распечатали карту, как ехать. Музыку на флешку накачали. 69 песен, они уже пошли по второму кругу. Так что вот, едем дальше. Наконец-то, вдалеке, виднеются горы. Посмотрите. 30 километров нам осталось до горно Алтайска. И вот уже горы нам. Виднеются, виднеются. А лучше гор могут быть только горы, господа. Я почему-то такая довольная, как будто бы я когда-то в горах жила, честное слово. Очень я люблю горы. Вот видите, уже скалы пошли. Сейчас дорога будет, конечно, интереснее. Пейзажи будут все симпатичнее, симпатичнее. Горные реки тут нас встречают. Мы уже проехали Майму. Я не знаю, то ли это город, то ли это поселок. Но очень большой поселок. И едем сейчас вдоль горной реки. А впереди горы. И мы наконец-то доехали. И мы уже ночевали. Посмотрите, какая здесь красота. Просто не передать словами, как красиво. Горная Катуй. Холодная, конечно, ледяная. Вся порожистая, очень красивая. Воздух здесь такой, знаете, свежий, приятный. На улице была жара. 35-36 градусов всю дорогу. Сейчас вроде бы уже время полдевятого вечера. На улице до сих пор 30 градусов. В общем, но красота, конечно, здесь непередаваема. Наконец-то мы добрались. Наконец-то мы на месте. С завтрашнего дня начнутся наши приключения здесь. Будем ездить, смотреть все и отдыхать. Ну что, и быстро вам пока еще здесь порядок сниму вам рум-тур. Вот такие вот здесь двухэтажные домики. Здесь в каждом домике по 3, ну, получается, комнатки. В каждой комнатке, значит, есть у нас кровать. Кровать двуспальная, кровать детская. В общем, какие-то тумбочки и лампочки возле кровати есть. Здесь полочка, телевизор, зеркало, стул, ванная комната. Я покажу вам. Душевая кабина, бойлер, значит, унитаз, фен, что немаловажно. Ну и ванная, собственно, зеркало. И здесь зона кухни. Холодильничек, микроволновка, плиточка даже есть, чайник. В общем, все есть, что нужно. Посуду есть и стол по столу. Так что вот такая вот красота. Андрюха, ты устал в дороге, скажи? Да. Устал? Сейчас будем отдыхать, да? Я хочу отдыхать. А что хочешь сделать? Я хочу... Вот здесь. Я хочу посмотреть, что там есть. Иди, посмотри. Здесь тоже, просто на берегу Катоне, база отдыха, дом у Катоне называется. Наша машинка там. Так что вот такая вот здесь красота. Второй день Алтай. Значит, мы проснулись, позавтракали. Стас, у меня сейчас поехал, пошел, вернее, в автомагазин за маслом, за машинным маслом. Закончилось. У нас совсем мало его двигателя осталось. Вот, смотрю, его зальет. И поедем дальше. Сегодня у нас по плану, значит, на Патмос съездить. Это, значит, остров Патмос. Через подвесного мосту пойдем. В общем, там очень все красиво. Все вам обязательно поснимаем. Также поедем мы на Чемальскую ГЭС и, возможно, поедем на Форелевое озеро. Сегодня по погоде обещают после трех грозу с дождем, но на небе пока не единого облачка. Посмотрите, какие красивые горы. Просто обалдеть. Мы сегодня с Андрюшкой проснулись, вышли на балкон, на нашу террасу, посмотрели на горы и просто обомлели от этой красоты. Невероятно красиво все. Купил? Да. Зальем масло и поедем в путь. Мы следуем к острову Патмос. Смотрите, какая здесь красота. Такое спокойствие. Птички поют, горы. Здесь какая-то церковушка небольшая стоит. Слышим уже, как шумит Катунь. И будем туда спускаться уже на подвесной мост. Ну что, мы приближаемся к подвесному мосту. И вот на него уже заходим. Красота, конечно, непередаваемая. Мост еще так хорошо раскачивается от людей. И там вот понтоны. Люди, наверное, эти рафтеры сплавляются. Очень красиво. Следующая наша остановка. Это Чемальская ГЭС. Еще раз посмотрите на эти виды. Завораживающие. Здесь, чтобы попасть на Чемальскую ГЭС, нужно пройти через ярмарку, через вот такие вот аттракционы, кафешки. И попасть уже на ГЭС. Мы не удержались и решили прокатиться на колесе обозрения. Папа, а где еще что-нибудь такое интересненькое? Где еще вот такое интересненькое? Сейчас мы вверх поднимемся и посмотрим еще что-нибудь интересное. Мощь, сила. Вот это да. Тут была ГЭС. Вот она, Чемальская ГЭС. Она сейчас уже не функционирует. Ну, посмотрите, какие там тоже пороги. Здесь, представляете, тарзанка. Прям маленькие ребятишки вот так вот на другой берег по этой тарзанке. Ужас. Страшно. Очень страшно. Здесь тоже небольшой мостик под лесной, к которому мы прошлись. Это его хорошо будет видно. Вот мост, через который мы прошли. И здесь, знаете, прям обдает таким свежим воздухом. Потому что напор воды большой. Прям хорошо, так очень свежо. У нас продолжается первый день Алтая. И мы, волей случая, только потому что Андрей у нас уснул в машине, мы приехали на Манджирог. Перед нами канатная дорога. Сейчас мы пойдем на кассу найдем. Оплатим все и пойдем подниматься на гору. Гора Синюха, как она называется. Здесь очень очень хорошо. На улице продолжает. Просто какая-то бесконечная жара. 35 градусов. Дышать абсолютно нечем. Не надо. Пойдем на него, да? Так что, смотришь. Хочешь? Давай. Двигается канатная дорога. Сейчас тоже будем подниматься вверх. Билеты куплены. Подъем на взрослого человека. Подъем и спуск, я так понимаю, да, по этому билету? 1000 рублей. То есть 2000 мандара. И вот сейчас будем подниматься. А ты как, где сяга? Можно? Уравновешивание полностью. Ну что? Все. Наши двери закрываются. И мы поднимаемся на гору на нашем фуникулере. Такая вот кабельночка. Давай. Поднимаемся вверх. Пропил? Старт такой быстрый, а потом мы вроде бы уже медленно взбиваемся. А, Мария, как классно, Андрюх. Музычка играет. Ну, очень прикольно. Классно. Совсем комфортно. А внизу вот это там. Ух. Вот так вот снять, да, внизу. Ну, кажется, там кайф будет выше. Угу. Ну-ка, Андрюх, давай к маме туда сядем. Вот сидите. Вот там. Ну, ровно висит. Ну, прикольно, да? Классно. Мы уже совсем высоко поднялись. Уши закладывает. Такая вот красота. Ну, ровно висит. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Держишь? Пойдемте дальше Добавил субтитры DimaTorzok 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 на тебе морковку ты сядь сядь им к тебе подойдет и ручку вытяни боится вот какой я хочу им своим кормом что ты про их пока не знаю просто что делать с хлебом ну конечно ничего хлебом то вы морковь кидаете яблочко ерблюды опасно люблю кусать дрожь ты к ним не подходи близко просто посмотрим площадка для кормления пойдем с вами маленьких покормил кого-то кто-то маленький ой какой хорошенький еле стоит он только-только смотри андрюш еле стоит да запередать в общем просто супер замечательно сегодня прошел день катались на квадроциклах по полям знаете такая ровная поверхность поля и горы очень красиво невероятная красота сейчас уже мы поужинали и здесь у нас в номере и вот вышли тату не спустились очень здесь красиво очень такое знаете природа дает такое вот умиротворение есть о чем подумать сразу же как будто бы ты полностью полностью обнуляешься поэтому если вы вдруг думаете о поездке нагорный алтай не думайте просто берите и дети сюда здесь нужно побывать здесь нужно здесь нужно просто хотя бы раз новом жизни побывать я здесь была уже раньше я еще училась по моему в школе но насколько я помню нам тогда не очень повезло с погодой были сильные дожди мы жили в палатках даже и я помню что был такой сильный ливень что мы вычерпывали представляете воду из палатки кружками большими то есть ну прям было очень-очень так неприятно с погодой нам не повезло в этот же раз там с погода подфортила на улице тридцатка даже я бы сказала сильно нам подфортила и конечно здесь просто завораживающая красота и я думаю что мы точно еще раз сюда вернемся еще у нас запасе есть два дня завтра у меня у мужа день рождения и мы хотим найти какой-то может ресторан приятное такое какое-нибудь местечко на берегу катуни и там отметить день рождения мужа также мы завтра хотим съездить на форелевое озеро этому мы будем наслаждаться закатом медитировать увидимся с вами уже завтра что чемал день 2 мы поехали сейчас на форелевое озеро смотрите едем по берегу прям горный горной реки очень красивая река такая порожистая впереди горы настроение боевое будем сейчас ловить форели ну что это фиаско случилось с нами нас ведь причем предупреждали снимайте наличку мы такие да нет нормально все везде можно переводом итоге мы приехали на это форелевое озеро а здесь абсолютно нету интернета никакого нету связи такие увидели что у них висит тарелка триколор я говорю может быть здесь есть у них вай-фай ну то есть подключимся и переведем деньги он говорит нет у нас здесь не связи не интернет ничего здесь нету поэтому это прям горы горы поэтому мы сейчас вернемся в чемал снимем деньги и еще раз сюда вернемся но дорога здесь очень живописное прямо одно удовольствие поехать поэтому я думаю что ничего страшного полюбуемся чуть больше видами вот мы встретили людей которые тоже готовы тоже типа без денег без налички вы такие да они такие ну вот мы тоже ездили зачем мало и сюда вернулись поэтому еще раз съездим очень мало и вернемся держи пистолет мы зашли в парк форелевого озера вход стоит 200 рублей дети бесплатно что старый что малый также мы купили корм рыбкам чтобы его кар их кормить так что вот будем будем здесь гулять мосту бери кидай бросаем вот об золотая прям учусь красиво дайся надо разламывать корм и кидать раздумывал мелко-мелко разламывай бросайся ты тоже разламывайся да просто прям кишок а ты разлами тогда большим рыбкам хватит если большую киданешь они ее не съедят подавиться давай молодец кидай ты 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 и тут как в корм ты сможешь а потом еще придем покормим здесь на территории этого форелевого озера есть такой музей музей наверно алтайская культура аккордеон капкан утики советская россия в центральном комитете кпсс о пельменица у нас дома такая была пельменица для орешков форму ну то есть принципе а вот шуруповерт ручной ручная дрель вот этот шуруповерт ручной и надо было ручку крутить чтобы сверло крутилось вставляешь руками раньше корыта да смотри на машине как у бабы да скалка сечка телефоны еще такие дисковые барабан ну и сервант мы кстати недавно проезжали здесь где-то по трассе мимо какого-то рыночка и там были такие круглые половички как вот раньше их плели о машинка швейная андрюшка куба бы ира посмотри машинка зингер скажи меня таким не удивишь да сынули лыжи смотри не трогай старый да только советский на самом деле все это не такое не такое уж и старое да то есть это вполне себе флаг с владимиром ильичом вот это кстати тоже штука у нас бывает основа носит чтобы стирать одежду берестяные такие нити вот это прикольно такие большие пирсы гамачок цветочки везде там что-то типа юрты здесь так дышится хорошо воздух такой свежий приятный также здесь вот настоящие поросята водится эй хрю хрю поросята здесь можно заказать форель на гриле сразу же вам ее приготовить у нас вот такая вот большая форель на полтора килограмма до получается андреиза так вышла на две тысячи рублей но здесь только вот форель хлеб и чай вот так что нам приятного аппетита мы будем обедать мы приехали в развлекательный комплекс называется рублевка что вам там описано рублевка значит очень красиво конечно опять же место я мне кажется в каждом фрагменте говорю очень красиво очень красиво очень красиво посмотрите горы здесь значит зона бассейна есть лежаки значит полностью все зонечки все входит в стоимость полторы тысячи со взрослого человека дети до трех лет бесплатно что там детские не посмотрела сколько стоит вот то есть мы здесь можем находиться абсолютно целый день тут есть зона аквапарка также для маленьких ребятишек куда собственно наверное мы сейчас и пойдем с андреем и ну и просто вот наслаждаемся видами пальмы здесь есть вот здесь я так понимаю можно наверное покушать там какие-то зоны фуд зоны есть туалет и душ и в общем-то все вполне себе уютненько вот там бассейн большой-большой будем сейчас здесь а вечером вечером наверное съездим обратно к себе в номер где мы на чимао это находится в узнезе всего узнезе в этой рублевке а что знаете еще интересно было это находится на другой стороне Катуни от трассы и чтобы проехать по мосту нужно еще заплатить сто рублей представляете платный переезд через Катуни по мосту сто рублей в одну сторону сто рублей в другой сто рублей смотрите какие заслоны есть так что вот будем загорать в университете встречает нас тут кот Матроскин с шариком вот и вход в аквазону детскую ну там можно переодеться опять да в кабиночку можно переодеться жара у нас 35 градусов опять ну че ты накупался Тебе понравилось? Только я случайно нырнула. В общем, очень даже здесь все прилично, надо сказать. Дети в восторге. Все для детей, для активного отдыха. Поэтому нам это место понравилось. Горы, конечно, просто завораживающие. Ну вот это абсолютно мать. Когда просто по дорогам ходят коровы здесь. Мои пацелеты. Здесь они дома, а мы в гостях. Мы уже утомленные солнцем. После Барвихи, после пляжа, приехали праздновать день рождения мужа. Приехали на базу отдыха. Алктика называется. Нам посоветовала ее хозяйка нашего отеля. Что это какое-то хорошее место. И правда, посмотрите, что здесь. Здесь маленькая малыша. Да, маленькая малыша. Здесь, значит, летняя веранда. Ой, да, вообще прикольно. Там не пройдешь сейчас, наверное, да? Ну, без водички. Тут есть летняя веранда. Прям на самом берегу Катуни. Будем сейчас кошать. Все, мы потом, когда сядем за столик, вам еще поближе к себе. Круто. Альтика. Это эко-отель. Смотрите, какой тут вид потрясающий. Вкусно тебе? Угу. Вообще, здесь такая очень прикольная зона прибрежная. Так, все сделано. Аккуратненько. Все. Получи беседки. Катуни. Мы выезжаем уже домой. Уже следующий день. Андрюш. Мы едем мне игрушку покупать. Да, едем игрушку покупать тебе. Как тебе понравилось на алтаре? Да. Ты еще вернешься сюда? У нас еще остались необъезженные, значит, марсовое поле. Это в пяти километрах, ой, в пяти часах езды от Чемала. Значит, это очень красивое место. Я сравниваю это место с марсовым полем. Там, ну, наверняка, насколько я понимаю, там наверняка какие-то железистые руды есть. И, в общем, земля такого красноватого цвета. И прям такие красивые, как будто бы кратеры в земле. И очень красивый вид. Вот. Также мы еще не съездили на Каракольские озера. Тоже очень красивые они там в горах. Прям голубые озера. И даже, там, каким-то поверьем, легендам можно встретить там Шамбалу или Шамбалу. В общем-то, это вот скопление, такое вот энергетическое, какое-то энергетическое скопление. Ну, сломанную Жигули. Сломанную Жигули? Да, там была сломанная машина, правильно. Вот. Поэтому мы остались, конечно, в полнейшем восторге от Алтая. Надеюсь, обратная дорога тоже будет у нас хорошая. Погода сейчас потрясающая. 20 градусов, 8 утра. Прям вот сейчас хорошо дышится на улице. А то мы уже, честно сказать, подустали немножечко от сильной-сильной такой жары. Вот. Значит, Каракольские озера. Мы еще не были на Марсовом поле. Мы еще не были. Мы еще, по сути, не смотрели водопады. А почему? Потому что там очень долго нужно будет идти в пешей, то есть пешком, по пешим тропинкам, подниматься в горы, спускаться. Потому что у нас еще маловато, и он еще не может оценить всего этого. Поэтому, ничего страшного, будет повод еще нам вернуться. Ну, а все ближайшие достопримечательности какие-то. Я сейчас вижу машину золотую. Дорогу. Значит, у нас опять... Я видел, в общем, золотую машину. Да, все поняли. Это уже, Андрюш. Значит, у нас сейчас первый населенный пункт – это Горноалтайск, потом Бийск, потом Барнаул, Берск, Массибирск и, собственно, Томск. Подводя итоги нашего путешествия, хочется сказать, что Алтай – это определенное место силы. Алтай – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова. Невероятной красоты горы, невероятной красоты горные реки, природа, люди, культура, еда. Здесь все просто замечательно, здесь очень красиво, очень приятно нам было провести эти несколько дней на Горном Алтае. Находясь здесь, хочется чуть-чуть замедлиться, хочется остановиться, хочется прочувствовать эту великую силу природы, хочется о многом подумать, многое переосмыслить и многое переоценить. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok